У ASICS есть несколько моделей, которые с течением времени не то что не теряют свою популярность, а наоборот становятся все более и более востребованными. Одна из таких моделей это Nimbus. Изначально Nimbus позиционировался как нейтральная модель с максимально возможной степенью амортизации. По мере своей эволюции Nimbus проходил через различные этапы. Из-за нейро ASICS экспериментировали и с поперечным профилем подошвы, и с жесткостью стабилизирующего элемента, ну и конечно со степенью амортизации. В 17 Nimbus ASICS вернулся к корням, но конечно на совершенно другом уровне развития технологии. ASICS GEL NIMBUS 17 это абсолютно нейтральная модель с максимально возможной степенью амортизации, которая только доступна для современной технологии без потери стабилизации. Знаменитой амортизирующей субстанцией геля в 17 Nimbus на мой взгляд больше всего из всех предыдущих и нынешних моделей ASICS. Причем много геля и в пятке, и в носочной части. Большая часть подошвы сделана из новейшего поколения Fluid Ride 2.0, это сочетание Soul Light и SP EVA. Fluid Ride легче, отзывчивее и амортизирующей, более амортизирующей, чем стандартная EVA. Кстати, Fluid Ride потихоньку вытесняет в продвинутых моделях ASICS стандартную EVA из конструкции подошвы. Мы видим, что в 17 Nimbus достаточно тонкая полоска под Fluid Ride и под гелем. В таких мягких кроссовках очень легко потерять чувство отталкивания. Для этого очень важен продольный профиль подошвы. В 17 Nimbus продольный профиль подошвы весьма достойный. Хорошо нога прокатывается до последней точки отталкивания. Носота пятки в 17 Nimbus 23 мм, носочная часть 13 мм. То есть дробь пятка-носок 10 мм. С моей точки зрения 10 мм это оптимальный перепад для очень большого числа бегунов. Вверх в 17 Nimbus тоже сделан максимально комфортным на современном витке развития технологий. Полимеры Fluid Fit и сама сетка составляет единое целое. Нет никаких швов. Допустим, знаменитые фирменные тигровые полоски ASICS это исключительно декоративный элемент. Но при этом усиление верха все-таки есть. Оно сделано плоскими и достаточно широкими полосками, которые изнутри глубоко встроены в материал. Вы их можете даже не заметить, насколько они плоские. Но они есть и они хорошо работают. Отмечу еще стельки в 17 Nimbus. Comfort Dry Sock Liner. Это хорошо амортизирующий и с очень хорошими влаговыводящими свойствами материалов. И стелька лежит также на Comfort Dry. Это намного увеличивает влаговыведение для наших стоп, что очень важно на длинных кроссах, ну и особенно, конечно же, летом. Весит 17 Nimbus около 300 граммов. ASICS GEL Nimbus 17 это лучшие амортизирующие кроссовки для бегнов с нейтральной постановкой ноги и с весом до 90-95 килограммов. На нынешнем рынке. И это не только мое мнение. Со мной согласен и крупнейший беговой журнал Runners World. В 17 Nimbus не побегаешь, конечно, быстрее 3.30-3.45 минут на километр. И по неровным поверхностям в них бегать тоже не стоит. Они созданы для объемного бега на скоростях от легкой трусы до быстрых кроссов по ровным поверхностям. Ровный грунт, крошка, осва, бетон и даже плитка на всех этих поверхностях Nimbus 17 не потеряет своих амортизирующих свойств.